Доброе утро! С вами Алена Высоцкая. И сегодня у меня есть идея приготовить суп из нута. Уверена, каждый из вас хоть когда-нибудь доготовила гороховый суп. Так вот, нут очень похож по консистенции, по питательности на горох. Но в нем нет специфического запаха гороха, который кому-то не нравится. И более того, у него тонкий благородный вкус. Я очень люблю его. А еще у этого супа будет легкий восточный оттенок, благодаря использованию кумина. Эту специю еще называют зира, и она очень похожа на наш тмин, только с таким более терпким восточным ароматом. Если нут замочить на часок, то он будет готов в течение часа, может быть, даже минут сорока. Если же нет, то я думаю, что часика два стоит его поварить. Мне время позволяет. Я отправляю его в кастрюлю, заливаю водой и включаю. Нут – это древнейшая культура, которая известна человечеству в течение многих тысячелетий. Нут – это полезное растение. Содержание белков в нуте в среднем составляет 20 грамм на 100 грамм пищевого продукта. А по усвояемостью и содержанию незаменимых аминокислот, особенно трептофана и метианина, нут у нету равных среди других сельскохозяйственных культур. Нут является важнейшим источником энергии. Содержание углеводов составляет 40-50 грамм на 100 грамм продукта. И 10% от этих углеводов являются грубые пищевые волокна. Но в отличие от гороха, содержание сахаров и грубых волокон более благоприятное. Соответственно, употребляя нут, мы не получим такое неприятное ощущение, как сдутие живота и газообразование. Пока варится нут, займемся овощами. Я предлагаю в течение нескольких минут пассеровать тыкву, морковь, лук. Вы можете не делать это. Вы можете отправить сразу в кастрюлю почти к готовому нуту. Но более вкусным этот суп и более таким насыщенным, ароматным, он, конечно, будет, если вы овощи пассеруете. Итак, первым делом предлагаю пассеровать тыкву. Она готовится дольше, и ее можно раньше заложить к нуту. Пока будет готовиться тыква с нутом, мы будем заниматься морковкой и луком. Нут необходим лицам, занимающихся активным образом жизни и занимающимся физической работой, так как он является важнейшим источником энергии. А также людям, которые придерживаются вегетарианской системы питания, так как в нуте содержится достаточно большое количество белков. И период постов. Итак, пока тыква и нут томятся в кастрюле, я пассерую лук отдельно. И когда доведу его до нужной кондиции, добавлю морковь. Только так. Пока лук доходит до состояния полупрозрачности, отправляю кумин в кастрюлю, для того, чтобы он уже успел раскрыться, отдать свой аромат. Потому что, если сделать это поздно, то либо будет хрустеть на зубах, либо недостаточно отдаст свой вкус в общий бульон. Последний штрих. Отправляем морковь к луку. Он уже почти готов. Буквально несколько минут обжариваем вместе. Накрываем крышкой еще несколько минут. И можно отправлять эту зажарку в кастрюлю. И, кстати, хочу сказать пару слов за счету нута. Если вы думаете, что это индийская далекая специя, или это какой-то недоступный продукт, то нет. Это обычный бобовый продукт, который сегодня есть практически в каждом большом гипермаркете. И белорусские производители достаточно неплохо позаботились о том, чтобы он продавался по доступной цене. Ну все. Осталось только превратить это в суп-пюре. В супе-пюре ингредиенты мелко измельчаются. И, соответственно, это благоприятно отражается на нашем желудочно-кишечном тракте. Эти компоненты достаточно легко всасываются и активируют переставтику желудочно-кишечного тракта. Итак, последний штрих. Чеснок, соль и немного лимонного сока. Чеснок можно выдавить на чеснокодавку, но самое главное, сделайте это за 1-2 минутки до выключения. Иначе вот этот тонкий аромат, такой яркий чесночный, он быстро уйдет. Я так надеюсь, что смогла вдохновить вас постоять чеснок у плиты. Этот суп точно стоит того. Вкусно, питательный, ароматный. Приятного аппетита! С вами была Алена Высоцкая и рубрика «Здорово!»